Венера Ветлугина является опекуном сестренки. За ней нужен постоянный присмотр. И когда в Центре социального обслуживания населения «Радость» появилось отделение дневного пребывания для людей, с кагитивными расстройствами очень обрадовалась. Теперь ее подопечная по несколько часов в день находится под присмотром специалистов. Я на работе сижу, а она хоть как-то занимается какими-то делами, рисует, клеит, лепит. Она этому очень рада. А тут она в пределе, под присмотром. Я этому вообще очень рада. Работа отделения дневного пребывания в Центре социального обслуживания была организована в рамках национального проекта «Демография». В отделении 16 подопечных. Возраст от 18 лет и старше. С ними занимаются педагоги, медики, психологи. Учат быть социально адаптированными в обществе. Индивидуальные занятия, групповые занятия, педагогические услуги. С ними занимается инструктор по труду и культорганизатор. Мы учимся адаптироваться к социуму, коммуницировать между собой, а также обучаем их социально-бытовым навыкам и социально-средовым навыкам. Ложечку нужно брать только за ручечку. Ты помнишь это? Обучение социально-бытовым навыкам – одно из обязательных занятий с посетителями отделения. Особенным людям порой сложно выполнять самые простые задачи. Но здесь, благодаря помощи специалистов и благодаря регулярным занятиям, они очень успешно развиваются. Неоценимую помощь получают от этого и близкие этих людей. Уже результаты есть. Поэтому те, кто сидит дома, обнявшись своим горем, они очень многое теряют. И хорошо, если бы понимали, что всю жизнь так не укроешься от беды, что с бедой нужно справляться. У меня больше времени, пока я по утрам отправляю, то есть я три с половиной часа занимаюсь своими делами. Это очень удобно и для меня, и для него, потому что у него общение здесь. Он раньше мало разговаривал, а теперь он уже более активно. Специалисты отделения помощи людям с кагитивными расстройствами планируют и далее развивать это направление. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Заянска.